Здравствуйте! В эфире программа «Свои люди». Я ее автор-ведущий Антон Веселов. Это серия бесед с теми, кто разделяет общие интересы. Мир большой, нам нужно держаться ближе. Вот, например, как мы уже много лет вместе держимся с Алексеем Крыжановским. Теперь это человек при большой должности, директор клуба «Революция». И должности меняются, ну и название тоже, если брать конкретный клуб, тоже меняется. Официально все еще это «Дом культуры Октябрьской революции», а если рассматривать целиком название, то это будет три строчки, наверное. В общем, постоянное революционное изменение ситуации внутри отдельно взятого города и человека. Да, ну, во-первых, я, Антон, тебя приветствую. Мы не так часто, к сожалению, встречаемся именно вот в эфире канала, да, хотя очень любим это делать. Большое спасибо, что пригласил. Да, действительно, сейчас в очередной раз жизнь моя изменилась, и вот так получилось. Я считаю, что мне очень повезло в этом плане, что действительно я стал работать в этом замечательном учреждении. Я даже не подразумевал, какой богатой историей обладает это место, да, не просто даже сам клуб, сам Дом культуры, а именно место, потому что когда начинаешь смотреть исторические материалы, когда поднимаешь архивы, когда приходишь в наш государственный архив и смотришь, а чего же там интересного накопилось, а накопилось-то очень много. И поэтому, да, действительно, как бы он ни назывался, и как бы он сейчас ни назывался, это отличное культурное, общественное и очень важное в плане нашей истории и архитектуры место. Все направления жизни, наконец, сошлись. Экономика, вокал, телевизионная деятельность, общее руководство и вот теперь директорское кресло. Оно совершенно логично, в общем, даже ожидаемо было. Просто удивительно, что пришлось столько времени ждать. Я думаю, что все делается в свое время, потому что необходим определенный опыт и личностные переживания, чтобы потом уметь разобрать то, что происходит, ситуацию не просто, скажем, преломив через себя, а посмотрев то, как лучшие представители клубного дела в Новосибирске, в стране и так далее с этими вопросами справляются. Поэтому я думаю, что, в принципе, в свое время я пришел. И так вообще складывается судьба, интересно, что и родился я в революцию, и работаю в клубе революции. Это очень здорово. Не сказать, что я бунтарь-революционер. Я вообще считаю, что любая революция – это крайняя мера, и по возможности нужно этого избегать. Особенно, если мы говорим о культурной и социальной революции. Но само понятие революции, оно, конечно, подстегивает к тому, что мы в какой-то вот такой постоянной точке бифуркации находимся, где процессы гораздо быстрее происходят, может быть, чем вот выйдя за дверь, потому что жизнь у нас бурлит, это правда. Брендинг клуба в сторону революции, он же подчеркивает не только некую революционную сущность с политическим окрасом. В первую очередь, это отсылка и к рационализму, как к зданию и к революции, скажем, в рок-н-ролле, которая происходила тоже на этой же самой площадке в 80-е и 90-е годы. В общем, практически все наши исполнители, лучшие рок-кадры так или иначе там выступали. Но и сейчас даже для тех людей, которые имеют вполне такой мирный бэкграунд, вот это клубное движение, руководство разными направлениями деятельности, ну, я не знаю, например, театральная студия Светланы Тисона, это тоже в какой-то степени для нее и для тех людей, которые ее хорошо знают как вокалистку, как телеведущую, для всех этих людей тоже революция некая. Да, вот ты упомянул ребрендинг, да, я бы не сказал, что здесь в корне поменялась суть. Мы пошли рациональным, да, как и направление архитектуры, в котором построен наш Дом культуры, мы пошли рациональным путем. Отсесть все лишнее. Да не столько даже. Главная цель была поменять устав, потому что устав учреждения, он уже не соответствовал. Он устал, да, устав устал, совершенно верно. И максимально упростить сокращенное название. Да, мы стали государственным автономным учреждением культуры Новосибирской области, но мы и остались Дом культуры имени Октябрьской революции. Но сокращенное название ГАУК НСУ – клуб революции. Очень удобно писать на визитках, в документах и в коротких сообщениях. А что касается деятельности всего учреждения, здесь тоже есть определенный рациональный момент. Действительно, мы отсекли все то, что не соответствует задачам Дома культуры. И сегодня каждый кружок, каждое клубное формирование – это действительно самодостаточная, профессиональная культурная единица, выпускниками которых мы гордимся. Да и преподавателям мы гордимся. И не только Света Тиссон у нас, и замечательные студии «Кобра», и «Сибирские просторы», и «Вокальная школа в голосе», и еще масса-масса очень хороших, качественных коллективов. В принципе, Дом культуры сегодня является неким инкубатором, культурным инкубатором, который… Вот пришел ребенок, пришел подросток, и мы его ведем в течение нескольких лет, а потом… Даем выбор. Да, даем выбор, действительно. Мы выполняем эту неблагодарную работу – впервые познакомить его с искусством, окунуть его в этот мир. И может быть, может быть, там, один из ста человек с этим связывает жизнь, а больше и не надо. Но вот тот, кто действительно показывает хорошие результаты, мы им помогаем. Мы берем за ручку, ведем, поступаем им в колледж, консерваторий и так далее. Потому что нам приятно. Это действительно вот продукт труда, который мы можем лицезреть. В какой-то степени предсказуемо, потому что Дом культуры Октябрьской революции – один из немногих подобных учреждений, имеющий имя собственное, народное имя. Ну вот, как, не знаю, универмаг сотый, то у ДК, их огромное количество в Новосибирске, и в каждое из них это учреждение носит какое-то имя. Обычно так его и называют. Но у кобры есть свое имя собственное. И эта кобра, она вот как некое агрессивное такое существо, которое способно было постоять за себя, и, в общем, проявляла всегда некую независимость. Она всегда под своим кровом, вот в это свое логово, ввела лучших, интересных тех людей, которые, в общем, не согласны со сложившимся, может быть, скучным распорядком жизни. И сейчас на повестке несколько таких значимых, серьезных решений, на которые спокойные, уравновешенные, и, может быть, совсем согласные люди не пошли бы. Ну, не знаю, создание театральной площади, создание, что ли, первоначально вот этого рационалистского облика здания. Исключение определенных, не очень соответствующих требованиям высокого культурного учреждения списка вот этих вот мероприятий, которые были раньше в Кобре, допустим. В общем, некая революция снова произошла. К чему идем, и когда поставлены контрольные сроки? — Я понял посыл вопроса. Действительно, невозможно сфокусировать нахождение в каком-то культурном учреждении лишь небольшими временными рамками, потому что культура — это процесс очень долгий и в то же время результат получается не всегда быстрым. — Если получается. — Если вообще получается, да. Но если не ставить перед собой крайне амбициозные, иногда, может быть, даже нереальные задачи и цели, то прожить вот этот отрезок интересно почти невозможно. И действительно, я считаю, что Новосибирск достоин вот таких очагов именно культурного развития, архитектурно-исторически-культурного развития. Можно их так назвать. Вот эти точки. Пересечение улицы Революции, улицы Ленина, где находятся два театра и наш Дом культуры, это объективно замечательное место для того, чтобы там организовать театральное пространство. Это должно быть. И я думаю, что это будет. — Дефакто оно уже там есть. — Да, Юра не хватает. — Мы к этому идем. И улица Ленина, как главный променад Новосибирска, она должна обязательно заканчиваться вот этим культурным пространством, где можно прийти, походить летом, посмотреть какую-то постановку, детям поучаствовать в каких-то интересных массовых мероприятиях. Зимой, может быть, будет елка и будет каток. То, что является всегда точкой притяжения. И как-то действительно уже территориально оформить вот эту нашу долгую и хорошую дружбу и с театром «Красный факел», и с Новосибирским кукольным театром. — Это вот совсем недавно этого не хватало, когда пытались сделать пешеходную улицу Ленина. И большинство противников как раз говорили, что активная часть этой пешеходной линии заканчивается на улице Урицкого. А дальше наступает некая такая городская тема. — Есть идеи очень интересные. Я все-таки еще раз немножко взбудоражил профессиональное архитектурное сообщество вот этой своей как раз идеи о создании театральной площади. И действительно есть возможности изменить схему движения. Сделать город, особенно улица Ленина, удобной для всех. Никто не говорит, что нужно ее перекрывать полностью. Но можно перенаправить потоки, можно их урегулировать, можно эту хаотическую парковку, которая сейчас... Эта улица Ленина — это она большая парковка, которая, в принципе, и днем, и ночью не меняет своего вида. Можно сейчас все это оккультурить и сделать удобным. Не обязательно велодорожки делать, какие-то сверхгазоны. Но можно и есть, кстати, у этого муниципалитета есть уже программа, мы ее смотрели, она достаточно хорошая. Сейчас внести некие коррективы и можно действительно сделать классную улицу, которая является культурной осью от оперного театра до Дома культур Октябрьской революции. Отдельная, мне кажется, сейчас значимая точка развития вот этих вот клубного движения состоит в том, что взрослые вспомнили о необходимости второго образования и поняли, что это второе образование, третье образование, четвертое для своих детей, второй дом, третий дом, они могут располагаться рядом с непосредственным жильем. И постепенно вокруг вот этих ДК возникает новая жизнь, такая же, какая возникала в 60-е, в 70-е, в 80-е и прервалась вот в 2000-е, в 90-е. Сейчас можно ли говорить о том, что Дом культуры снова взял ту функцию, которая первоначально на него была возложена, и необходимо еще немножечко дожать для того, чтобы постоянно этот дом был полон гостей, друзей, детей, взрослых, которые преподают на самом высоком уровне те искусства, которые, в общем, допущены для передачи детям. Действительно, и взрослые, и дети сейчас с удивлением узнают, что в центре города есть такое замечательное учреждение. К сожалению, так получилось, что долгие годы действительно клуб был в забвении. В культурном, в техническом, может быть, там, в социальном. Здесь можно долго рассуждать по этому поводу, но возьмем то, что сейчас происходит. Сейчас действительно у нас жизнь кипит, у нас детские голоса, весь день, не только детские. Две с половиной тысячи занимающихся. Это очень много. 21 клубное формирование. И, что самое приятное, у нас все поколения одномоментно, одновременно сосуществуют в клубе. Это и клуб ветеранов культуры, это клуб ветеранов торговли, ветеранов ГИБДД и так далее. Различные взрослые коллективы. К примеру, Нота Артистика замечательный коллектив с 50-летним стажем, это коллектив скрипачей. Это непрофессиональный коллектив, который, может быть, не приносит нам действительно какой-то там материальной прибыли, но какое удовольствие мы получаем, когда видим этих людей, которые приходят уже со своей работы, большинство из них уже на пенсии и занимаются этим любимым делом. Но осмотреть на деток, на этих маленьких танцоров, певцов, это одно большое удовольствие. И сейчас, чтобы еще привлечь, и не только привлечь, а сделать наш дом более доступным, мы ждем пополнения. И я сейчас раскрою маленький секрет, но уже совсем скоро балетная школа Анны Жаровой присоединится к нашему дому. Это будет замечательное событие, мы ждем с нетерпением, когда же это уже случится. Я предлагаю стены клуба революции унавесить вот этими самыми табличками. Здесь выступал, не знаю, Егор Летов, Юрий Наумов, там новая ассоциация блюза, огромное количество наших компаний. Здесь была репетиционная площадка биг-бенда Толкачева. Здесь начинал свой путь театр Афанасьева. Здесь там репетировали и ставили свои перформансы театра танца «Вампитер». Здесь был клуб Пуля, театральный клуб, на котором показывали студенческие работы. Здесь сейчас существует первый театр. Сколько времени продлится вот этот симбиоз театра дома революции, дома культуры Октябрьской революции и вообще других культурных красивых жанров? Сторонних в том числе. Мое мнение, что все историческое развитие проходит по некой синусоиде. И когда достигает апогея одно направление, обязательно через какой-то временной отрезок, обычно это 15-20 лет, если брать жизнь поколения, 25 лет возьмем, все это возвращается, может быть, в каких-то других формах. И вот я сейчас в предвкушении того, что наша живая музыка не классического толка. Джаз, рок, фолк, они находятся на определенном старте. Но все никак не могут стартовать. Во-первых, некуда, а во-вторых, негде. И у меня сегодня очень сильное желание открыть наши двери как раз вот для них, для нашей новосибирской рок-музыки и джаз-музыки. Театров у нас достаточно много. Театры хорошие, замечательные, их надо еще больше. И в идеале, конечно, для них нужно строить новые театры, чтобы всем было очень удобно, хорошо жить. Но ни одного дома джаза, к сожалению, не построено. Ни одного джазового клуба нет. Ни одного рок-клуба тоже нет. И те, что были, они сейчас уже, это просто кафе с элементами. И очень хочется. А ребята есть профессиональные, замечательные, наполненные энергией. И я думаю, что с нового года мы возобновим практику рок-фестивалей, рок-концертов. И, пожалуй, начнем с самой известной группы. Я сейчас провел переговоры с лидером этой группы. Он, конечно, не очень за. Но я думаю, что мы все равно вытащим на сцену. Это, конечно, Форт Ройл. Мне кажется, сейчас были слова не только директора, но и певца, вокалиста, и участника джазовых, скажем, квартирников или эстрадных квартирников, как их правильно назвать. Просто квартирников, которые проходят в клубе «Революция». То есть движение уже, в общем-то, началось. Насколько масштабен не только предложение, но и спрос на такие концерты? Я хочу сказать, что вот сейчас мы принципиально малые культурные формы делаем бесплатными. У нас все квартирники бесплатные, у нас большинство концертов малых форм тоже бесплатные, потому что, не потому что мы на этом не можем заработать, а потому что, скажем, это дает возможность людям приходить, скажем, не за какими-то красивыми фотографиями, может быть, как в наши определенные известные учреждения после нового ремонта, а приходить действительно совершенно всем слоям и не думать уже о этой материальной части, потому что квартирники по своей сути это живое неформальное общение, это импровизация, и часто музыканты даже не знают, чем закончится, в какой форме концерт, ну, в хорошем смысле. Сейчас все четверги расписаны, это у нас Бардовские четверги, неприкосновенные, станция Сибирь, Сергей Гребнев и его друзья-партнеры, они всегда с нами, за что им большое спасибо. Пятница, это, как правило, у нас джазовые квартирники, это тоже расписанные дни, ну, и потихонечку, вот так, спрос очень большой, плюс мы проводим еще литературные вечера, замечательный проект «Хвостики», где маленькие детишки читают и стихи собственного сочинения, и не школьный репертуар, это умильно, красиво, здорово и очень качественно, и здорово объединяет детишек. Поэтому я считаю, что неважно, как назвать, квартирник, это джаз-сейшн, как угодно, главное, чтобы люди получали возможность выступить, при том, что мы это все профессионально снимаем, профессионально записываем. Но это о малых площадках и малых формах, а если говорить о главном зале, в котором проходили большие фестивали, большие концертные программы, все это тоже будет возвращено. Да, да, конечно, технически сейчас зал остался в 20 веке, это не 21 век, безусловно, потому что есть конструктивные особенности, которые мешают нам сделать его очень удобным для публики. Но мы тоже нашли выход, и сейчас, я думаю, что в скором времени, это будет, конечно, зависеть от нашего замечательного учредителя, министерства культуры, мы сможем поднять немножко зал, сделать его амфитеатром, сделать удобным. В остальном, экран у нас сейчас мы потихонечку берем в аренду, нам тоже обещают, что он появится постоянно после Нового года, в остальном, по свету и звуку, мы уже вполне нормально дотягиваем. тяжело, тяжело людям привыкать входить в новое место, очень тяжело, и сейчас мы вот такие пробы делаем очень аккуратно, как правило, используем уже новые методы рекламы, это персональная, даже не рассылка, персональные обзвоны, те люди, которые приходят к нам на квартирники, на какие-то вечера, они уже автоматически являются членами клуба, который потом вот так вот своих же близких, друзей приглашает, и вот этот процесс диффузии, он постоянно происходит, культурный, и зал мы набираем, скажем, да, очень аккуратно, спокойно, и стараемся избегать чисто арендных мероприятий, потому что все-таки это, да, это выгодно, но это выгодно только в материальном плане, а в плане построения именно вот своей культурной клубной публики это не очень хорошо. И опять же, мне кажется, те члены клуба, которые постоянно приходят на концерты, на фестивали, на проекты, в клуб революции, они становятся в том числе инициаторами новых организаций, инициаторами новых проектов, которые рано или поздно будут поставлены в этих стенах. Да, вот как, например, те два молодых человека, с которыми столкнулись до прихода в студию, это наши замечательные Антон и Евгений, представители конструктивизма, конструктивизм здесь, мы с этими ребятами дружим, впервые в прошлом году совершенно непривычный для нас формат, испробовали не просто выставку, а активную выставку с экспонатами в фойе, то есть фактически мы стали на две недели музеем. Я очень боялся, что детишки растащат все наши экспонаты, что экспонаты потом трансформируются до неузнаваемости, ничего подобного не произошло, и настолько это нам понравилось, интересно, что мы сейчас хотим еще расширить наше взаимное проникновение, и будут у нас интересные квартирники уже архитектурно-культурные, необычные, а весной нас ждет вот такая большая хорошая выставка. Ну и ведь к этому подталкивает и само здание, очень неплохо сохранившийся образец рационализма, в котором тоже можно многое показать, как в музее. Да, вот впервые, пожалуй, я поработал экскурсоводом, мне это очень понравилось, мы буквально, и я был очень рад видеть тебя среди гостей, и видеть, кстати, представителей профессионального сообщества, это говорит о том, что интерес не только у тех, кто в принципе узнает, что это учреждение, о чем здесь вообще говорят, и что здесь варят культурное, а и у тех людей, кто понимает, что таких действительно действующих и сохранившихся невидоизмененных памятников архитектур у нас не так много. Потому что изменения носят только косметический характер, все остальное осталось настоящим. И когда я изучил историю этого вопроса достаточно глубоко, мне захотелось поделиться. Сначала первая экскурсия была блогерская, исключительная, вторая экскурсия мы делали в рамках ночи музеев в прошлом году, а вот здесь мы присоединились ко всемирной акции ночи искусств и с удовольствием провели эти замечательные, интересные экскурсии. перестает и мне и другим общим знакомым друзьям прийти посмотреть, как Алексей себя чувствует в качестве певца-солиста на своей собственной сцене. Я не так часто выступаю. Вообще, на самом деле, в Новосибирске не так часто, потому что я считаю, что наша публика уже несколько перекормлена. И вот стоит все-таки создать легкий такой творческий дефицит, потому что каждый день параллельно несколько мероприятий. И вот те нечастые концерты, которые у нас проходят, они, конечно, проходят с огромным удовольствием, во-первых, для тех, кто приходит, и, конечно, для меня, безусловно. Я думаю, что в этом году я обязательно сделаю квартирник, обязательно тебя приглашу туда, попоем что-нибудь необычное, что-нибудь интересное. Тем более, что у нас группа генеральный секретарь, наша штатная группа, замечательные ребята, профессиональные, играют все, что мы любим, и что любит публика, поэтому... А что, кстати, любит публика, судя по новым членам вот этого большого коллектива, клуба революция? Да, не только нас, а в целом в Новосибирске, да и вообще вот в Сибири, потому что у меня в основном концерты проходят в других городах, публика любит настоящее и профессиональное. К сожалению, уровень наших артистов не всегда уже дотягивает до культурного уровня развития публики, а зачастую совсем не дотягивает. Вот то поколение настоящих певцов, настоящих танцоров, артистов, оно уходит и не всегда заменяется действительно теми, кто глубоко и навсегда любит свою профессию. Все-таки очень много временщиков вот в этом деле. И поэтому, ну вот я считаю, что если человек поет, допустим, на английском, он должен петь без акцента. Должен знать этот язык. ну, по крайней мере, понимать, потому что иногда придешь в наше какое-нибудь важное культурное заведение, послушаешь, замечательный, хороший коллектив, вокальный, там, поют Абу или Битлз, и послушаешь, с каким-то акцентом, катастрофическим, да, и как это все, и публику я понимаю, но ладно, придет там человек, который просто их любит, уже потому что, потому что их любит, а придет новый, да, а сейчас молодежь, они знают английский, они понимают, и послушают, и второй раз они не придут. Вот поэтому мы считаем, что, пускай концерты будут не столь частыми, особенно у нас, но градус их профессиональности будет очень высокий. Все-таки человек, переходя на концерт, должен не просто выпустить эмоции, да, получить какие-то там положительные, отрицательные, да, или выпустить пар, он должен получить культурный продукт, который он сам не может воспроизвести. Потому что, если под каждую песню можно подпеть и похлопать ножкой, да, это хит, но будет ли этот хит, скажем так, каким-то основанием для того, чтобы ему найти в интернете, посмотреть, может быть, сходить в библиотеку, посмотреть историю, кто написал эту песню, не всегда. Поэтому мы считаем, что лучше, меньше, да, лучше. Если списком, вот так просто, перечислить тех людей, которые имеют отношение к клубу революции. Насколько я помню, это и замечательно один из наших любимых саксофонистов, джазовых, Николай Панченко, группа «Генеральный секретарь». Вот несколько уже студий перечисленных, хореографическая, актерского мастерства. И Света Тиссон, и Светлана Москвина, это Чирспорт, наши чемпионы всего, чего только можно. Андрей Беляев, это капуэра, это бразильское искусство, которое культивируется у нас и танцево-хореографическое, и боевое, очень интересное направление. Это и сибирские просторы, народный коллектив. И самое главное, что сейчас вот, да, и, конечно же, в «Голосе», Дарья Соколова, Дилара Варфоломиева, настоящие специалисты, в «Голосята» у нас есть, ирманьки коллектив, да, Яна Штанович руководит. Это вот самое-самое-самое первое знакомство детишек с музыкой, с инструментами, то, что очень важно. Вот, надеюсь, Анна Жарова придет, у нас сейчас будет. Да, конечно же, генеральный секретарь упомянутый. И замечательный у нас художественный руководитель Андрей Наземцев. Это пласт мощного джаза, мощной, хорошей эстрады, качественной, не только иностранной, да, он очень любит Фрэнка Синатру и это поколение. Это замечательно, да, но он прекрасно поет и уйтиосов, он прекрасно поет и современные песни. Это действительно вот настоящее крунерство, это человек, поющий обертонами. Вот сейчас этого мало, к сожалению, да, когда люди сидят и слушают красоту голоса, да, не кроме там красивых мелодий, замечательной оркестровкой, нет, а именно красоту голоса, душевность подачи и, конечно же, интеллект. Где можно посмотреть программу и вписаться в культурный код Клуба Революции? Ну, как и все современные заведения, мы сейчас работаем на вынос, на культурный, мы присутствуем во всех социальных сетях, это прежде всего и ВКонтакте, и сайт, и Инстаграм. Как Клуб Революция? Клуб Революция, РевДК, да, к сожалению, вот сейчас параллельно существует еще старый сайт, мы не можем его никак удалить, поэтому, дорогие телезрители, простите, пожалуйста, если вы туда выходите, он уже мертвый, не думайте, что у нас все то же самое, что и на этом сайте. РевДК или Клуб Революция набираете и сразу же появляются все соцсети. Спасибо огромное, я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Крыжановский, директор Клуба Революция, это программа «Свои люди» и ее автор-ведущий Антон Веселов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова